Так, это у нас пятерочка, по адресу фестивальная, дом 17. Добро пожаловать! Где вот избили, напали на этих людей, буквально недавно, 9-го числа. Вова, ты готов? Я нет, не готов. Давай быстрее, старая камера. Здравствуйте, дружище дяденька. Кстати, ролик вышел. Именно поэтому он может пришли. Что снимаешь? Ну что, я делаю обращение. Что снимаешь мне? Меня нельзя снимать. А кто запрещает? Жалайтесь. Почему ты надо мной прикалываешься? Что ты надо мной прикалываешься? А что ты прикалываешься надо мной, су? Блядь, я тебе ещё раз говорю. Уже не хочется, наочкосил? Рот закрой, я разговариваю. На ютубе, Маш, смотрите. Так, вот второй, пойдём. Где второй? Справа. Что вы видели? Вы не остались на разрешение? Да, остались. А вы же разрешили меня? Нет, нет. Да вон там, мы на колене когда стояли, вы разрешили меня. Убьете камеру? Я убрал уже. А это Синьгаль будет во втором глазе. Руку убрал. Камеру убрал? Ты руку убрал. Не ты, а вы. Ты. Не ты, а вы. Не ты, а вы. Тоже убрал телефон. Я сейчас сломаю его. Ребята, что ты? Кипиш. Ты же не эти, сами блядь, здесь. О-о-о. Он нападал, да? Говорит, не удар будет по моему второму глазу. Так все. Ты журналист, он заявил, что нанесет побои, правильно? да не надо познакомиться с таким мальчиком надо познакомиться делается могу идти к сожалению пойдем пойдем я и приехали прикормленные менты и повязали меня в отдел отвезли как ты меня назвал тебя проявлен жамал магомедович не до этого как она жалко же усилиться думали срок садят не нет это было директор ваш так и молял забрать обращение в пятерочку вас чуть ли не на коленях ребята колени не будем об этом говорить в данной ситуации называться у вас был товар до которого мы можем сделать возврат и налогичен товаром а отказывался вот сотрудник сделать отказывался полицию вызвать да он решил другим путем войти а полицию скажите пожалуйста почему ваши сотрудники ругаются матом оскорбительно пристают гражданам применяют к ним насилие к кому ими для этого у нас есть сотрудники полиции которые сейчас они приедут их привлекут к ответственности обязательно я надеюсь они будут задержаны привлечены к ответственности срок давности еще не вышел как минимум за административное правонарушение точно вы как руководитель здесь правильно вы что нам можете пояснить по этому поводу для этого вы видели что они делают посмотрите ролик давайте знакомимся на письмо на ссорицу мы сейчас напишем вам заявление вы уже правильно рассматриваете как руководитель да вот тогда жалобные книги у нас есть другая книга принесите жалобные книги мать свободной форме конечно а вы нам расскажите почему так себя вели провоцировали вас скажите честно смонтированные записи все написано не провоцировали вот эти люди вас снимаются на видео в рабочее время зачем меня снимают инстаграм или нельзя но когда с бобой лежит можно нарушение меня отвлекают это нарушение нарушение будем в автобусе смотрите вы сейчас отвлекаетесь тем что снимаете вы отвлекаетесь сами а почему я вам не дам работать сейчас мы так придято одно и что но я не дам работать почему не дам работать но потому что возможно он миг пара приступать наверно к вызову сотрудников полиции Да, совершенно верно привлекать их за новые правонарушения и за старые, ну как старые, там 3-4 дня всего прошло. 9 марта, да, срок давности даже по административке не истек, поэтому я считаю, что их нужно привлечь к ответственности, да. Антона, вон же катали, блин, 60 часов, хрен знает где, да. Да, в принципе, это можно же, а это просто другая часть города, может здесь не распространяется вирус Шишканова, а так, в принципе. Звонишь? Запиши, Юра звонит. Здравствуйте, принесите, пожалуйста, заявление об административном правонарушении. Магазин «Пятёрка». Да, фестивальная улица, дом 17. Всё спокойно. Замечаете разницу между, когда приходит больше людей, а? Ну, к сожалению, такие мальчики, они только кидаются, когда видят слабого противника, я так чувствую. А вот когда боится, когда, ну, они называют это очкошничеством, они называют. И когда они, очко, когда играет, тогда они вот так себя сами ведут. Слово не говори. Уже трус говорят. Да нет, очкошник слово было. Конечно, когда мы один-на-один. Да что ж такое один-на-один? Это что, признак ума большого? Это большого ума? Это большого ума признак, да? И вы определитель. И кто самый умный, да? Да, кто сам умный. А, понятно, да. Нет, просто... А как вы, вот скажите, пожалуйста, а как вы определяете, вы силаю, вы определяете, кто мужчина, кто не мужчина просто? Нет, вашим ребятам было объяснено здесь, не надо, говорю, меня провоцировать. Мне, говорю, ваши вопросы на что-то рыб, мне неинтересны, говорю. Я попросил показать сумки. А нам интересно на что-то рыб? Я сказал, я вызвал полицию, на которую я попросил. Покажите ваши карманы сейчас. Мы думаем, что вы что-то украли. Я подозреваю, что вы что-то украли. Вы подозреваете? Мы сейчас, мы вызвали полицию, сейчас, вот, давайте, покажите сумки. Вот, приедет полиция тогда и покажу. Ой, а что же вы обиделись тогда, что вот эти люди так же вам сказали? Нет, они продолжали провоцировать меня. Чем? Чем? Я сказал, приедет полиция и разберется. Пойдите на свободную карму. Ну, с полицией мы тоже разберемся. Но мы же, вы же хотели, чтобы они показали вам сумки правильно, и конфликт был бы закончен, правильно? Да. Так покажите нам карманы, выверните, что вам, что не сложно. Конфликт будет закончен. Да. Ну, это не точно. По крайней мере, садим из нас. Ну, что, так работать нужно мне, да? Сейчас. Ребята, шутки, заходите, покупатели сами зону не зону. Ну, видите, не ответил. Не сложно же, вывернушь карманы, да? За трусов раздеться еще, тоже не сложно. Он хотя бы признал, что он не будет этого делать, с чего это вдруг, полиция пускай разбирается. Вот уже, видите, меня перебивают самые, мне мешают работать. Вы не отвлекайтесь, давайте, продавайте просрочку дальше, спокойненько. Эй, мы пообщаемся, пойдемте. Еще и выбитые зубы бывают. А, что, я хочу на выход. Смысл, как ты на выход хочешь? Ребят, что это? О, 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 насилие. Я хочу на выход. А я хочу на тебя писать заявление. А я хочу на тебя, ребят, свечи. Слушай, ничего страшного. Нет, если только дорогу не закрывать, пожалуйста, ребят. Тут на два человека просили. Да тут дорога жизни целая. А, что, сейчас разберемся. Мы извините, конечно. Просто тут сотрудники нападают на людей, вот так получилось. А реально есть сотрудники полиции, которые... Ну, чтобы нападать на людей, да? Ну, чтобы пресечь право нарушения преступления, не только полицейские нужны. Нужны также гражданские товарищи, которые могут помочь. Правильно? Я же могу пресечь административное правонарушение, либо преступление? Конечно. Могу. Вот я его сейчас пресекаю своим видом. Вот я уверен, что данный вот субъект, он не нападет сегодня ни на кого. Потому что билетчик пугает, возможно. Хотя он там, я не уверен. Он там вот... Не пугает, да? Кассирша, кассирша или кассир, я не понял. Станислав, вы как пострадавший, расскажите, вот что вот этот мужчина делал. Да, да ничего, он скачал ко мне, то есть это было вот здесь вот, за кассой. Схватил меня так, за шеей, и говорит, сейчас я тебе покажу. А что он хотел показать? Ну, я не знаю, что он хотел показать. Он половой орган хотел показать? А? Половой орган ему хотел показать? Возможно, возможно. Ничего не показывал? Ничего. Он потом как-то... Женщины его отдернули, короче. А как же отвечать за свои слова? Сказал, покажет, значит, покажет. Ну, наверное, сегодня он с тем нам покажет. Он написал, подскажу, где, что, почем. Наверное, он это имел. Ну, скорее всего. А потом выяснилось, что у них вообще мужчин-продавцов нет. То есть приехал вот этот... И до сих пор. Вот этот вот гражданин в синим, он сказал, а кто-то вам сказал, что это наш продавец? У нас нет мужчин-каассиров. А у меня вопрос. Вот я в ролике видел бородатую женщину. Ну-ка, невысокого рода. Ну-ка, а где это? Махается сперта. А, может, один-на-один выскочила с кем-то? Выскочила с кем-то. Она выскочила, да, с кем-то? Подскажите. Или, ладно, наверное, это было незрительно. Разница, все-таки, был мужик. Тебе какая разница? Какое пальто, блин? Спасибо. Пойдем выскочим тогда. Очкуешь, да? Очкуешь? 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 Очкодрон, ебаный. Паспорт российский. В задницу. Куда? Ну, все, ну, давайте. А почему в задницу? Вы любите засовывать себе в задницу посторонние предметы, что ли? Паспорт российский. А что вы про задницу говорите? Вы должны бережно его хранить. Вы знаете, что это административное правонарушение? Хранить паспорт в заднице. Почему вы убегаете? К вам же нормально обратились, нормально отнеслись. Почему такое отношение-то? Почему в задницу сразу? Это охранник. Он солидарен с научителем. Где лысый гусь-то у вас? Нам больше, на самом деле, интересен лысый гусь, нежели вы. Но если вы хотите стать заместителем лысого гуся, то вы можете им стать. Охранник, я вас требую удостоверения в пятый раз. Требую. Требую. А я не покажу. То, что вы не покажете удостоверение, это административное правонарушение по статье 20.16 Кодекса административных правонарушений. А теперь я ничего не покажу. То есть отказываетесь, да? Мы же вас предоставили об ответственности. А вы к какому чопу вы относитесь, скажите? Это не разница. Какая мне разница? Ну как? Я же вас спрашивал. Как вы без лицензии до кого останетесь? Молча. Да вы же там про жопу что-то говорили. Зачем такие вещи-то говорите? А вот такой беспредел проходит. Теперь я понимаю, почему. Потому что вы тоже, оказывается, нарушитель. А теперь тоже нарушил. Что он нарушил? Что он нарушил, скажите? Ну что, дай подумать. Ну вы же мужчина, вы отвечаете за свои поступки? За свои слова? На сморщик или нет? Пойдем. Ладно, пойдем. Что там ребят хотят показать? Срок хранения 24 месяца от 3 февраля 2017 года. Да. С 4 месяцев. То есть дети с 4 месяцев едят? Да. Срок хранения 24 месяца, увидишь? И когда прошел? 3 февраля. То есть уже больше месяца, да? Ну да. Приобретаем? Да, конечно, конечно. Пойдемте вместе с вами. Карта магазина? Дело ваше. А зачем вам детский подруг? Я хочу... Вот сюда нельзя заходить. Я хочу... Молодой человек. Пожалуйста, сотрудника нашего не отвлекаете его на работу? Я не отвлекаюсь. Я говорю, что здесь. Все. Паран, к совершению. Вот первый. Нет. Би-би! Девушка, а можно мы у вас интервью возьмем? Да, конечно. Так, ну что вы там купили, расскажите нам? Зефир, честно. Он до 27-го, 02-го, 19-го. А сегодня 12-е, да? А сегодня у нас 12 марта, а тут только до 27-го февраля. А что еще? А еще я приобрела вот картошечку, тоже пирожные. Вот они очень вкусные, но, к сожалению, вчера... Да, 11-го. Да, сегодня 12-е число. Что, хороший магазин, приходите сюда отправить. Что опять случилось? Просрочка. Да, вот, просрочка. Кассиша сначала отказалась мне его продавать, но после того, как мне удалось ее убедить в том, что она обязана все-таки это сделать, потому что это предложение, да, которое вот было размещено на полках этого магазина, это предложение было для меня. Я выбрал это предложение, да, и она не могла мне отказать в сделке. Вот. Ну, и она решила, в общем, пробить мне этот товар. Так или иначе, все равно данный магазин допустил правонарушение, которое, наверное, он ответит и больше этого запускать не будет. Но это не точно. Но это не точно, да. Предыдущий визит полиции ни на что не повлиял. То есть, получается, полиция была 9-го марта. Товар просрочен, я вижу, до февраля, у меня, я вижу, до декабря. То есть, полиция допустила без действия? Конечно. 2, 9, 3. Да ладно. Так, более того, полиция еще нас забрала за то, что нам отказались менять просроченный товар. А вы писали заявление, например, на продавцов, что они матом ругались? Конечно. Все было написано. Но, тем не менее, никто никого не забрал. Нет, абсолютно. Их вообще не забирали. К сожалению, вот чек. И вот. Дай увеличу. Где там срок? А, да, там срок. Это августа 2018 года. Это на сколько получается просрок? Это на 7 месяцев. На 7 месяцев почти рекорд. Ребята, рекорд по детскому питанию у нас 9, а это 7. Да. Юрий Евгеньевич. Вот, ребят, своих детей. Вот, своих детей. Интересно, они кормят вот этим вот, да, просрочкой? На 7 месяцев. Юрий Евгеньевич. Новый день. Он задрал нас. Пока ему не сказал, ничего. Молодцы. Произведено в 17-м году. Окончено в августе 2018 года. Почти год. Звони все, соответственно, оперативную группу сюда вызывай. Магазин надо закрывать. Майор что-то попроси. Как он приехал. Здесь 38-я, часть 2-я. До 6 лет лишения свободы принесло. А там по-поему. За это мы конкретно сейчас будем писать. Конечно. Так к вам уже по месяцу. Детское питание на 7 месяцев просрочено. Это вот как нормально? Уже нет. Да я вам просто спрашиваю, это нормально в вашем магазине просто? Нет. Это нормально. Самая первая стояла на полке. Самая первая. Ну вот сейчас надо вот посмотреть, ребята. А я пойду посмотрю. Еще куплю. Да. Ну вы знаете, что за это бывает, да? Да, конечно. Что это до 6 лет лишения свободы, знаете? Детский прострок. Но прострок у нас не продается уже. Ну продали уже. Поздно. Уже неоднократно продавали. Случилось. Только за сегодня где-то фактов 6. Дай, 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 сниму. Срок годности. Где срок годности? И опять просрочек. Напоминаю, сегодня 12 марта. И опять детское питание, да? То есть они травят наших детей целенаправленно? Они целенаправленно травят. Они ее увидели. Я им даже сказал о том, что они отравят сегодня моего племянника. Она все равно продала. Ни слова не сказала. Ждем полицию. Стас, как я и говорил. Здравствуйте. Наш сержант полиции, пирожитель. Что случилось у вас? Заявитель, кто звонил? Я. Вы заявитель. Ну как минимум. Тут я не только я так понимаю. Я был не первым, поэтому подождал пока. Что случилось? Нет, закрыт сегодня. Закрывается. Смотрите, сегодня здесь совершается вновь административное правонарушение. Возможное преступление. Это будет, конечно, следственный комитет разбираться. Не вы. Сотрудники полиции приезжали, я на спонсор на прямом предъявлении. Девятого марта. Бездействовали. Надеюсь, с вами такого не случится. И вы как-то повлияете на сотрудников магазина. И они перестанут править наш народ. И продают просрочные продукты. В том числе, предназначенные для детей в возрасте до 60 лет. Сейчас в новом году было совершено покупок. В том числе, в торговом зале на полках до сих пор выставлены товар. Соседший в сроке годности. Собственно, нам по этому поводу нужна сюда следственно-оперативная группа. От ППС нам нужно задержать двух мужчин, которые 9-го числа грубо и нецензурно выражались. Показывали оскорбительные жесты. И в том числе и сегодня показывали оскорбительные жесты. Примерно физическое насилие. Они здесь, да-да. Просим задержать и привлечь к административной ответственности по статье 20.1. Соответственно, они в подсобном помещении. Администратора? Директора, вот, директор. Вот, вот, прям проходит. Селененький. Директора, вот, прям проходит. Директора, вот, прям проходит. Отдаем деньги на продукты. И она обещает товар. Отчетка называется магазин. Отдается, нет, а товар, который походим, может, или нет. Да, конечно, в Шоковске есть сотрудник, который сейчас по залу ходит. Да, конечно, сейчас секунду. Здравствуйте, я заявитель. Здравствуйте. А вы? Мы, я старший сервером полиции Паражахина, Валерий Леонид Бережин. И ППС? Да. Господа, значит, у меня вам вопрос. Простите, значок. 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 Есть у вас значок. Значит, у меня вам вопрос. Заявление писать будете? Да, но вы неуполномочены, насколько я знаю, собирать административный материал. Заявление, я могу относиться. Вот. Только это может сделать либо группа СОК, либо участковый. Либо дознаватель. Ну, сейчас, потому что Павел видел по поводу... Смотрите, нам нужно, смотрите, нам нужно по просрочке, нам, ну, как... Мы уже знаем, какой у вас алгоритм действия, вы докладываете дежурному. Нам нужна СОК, там, или участковый, или дознаватель. Вот. Что-то из трех, что может сделать осмотр места происшествия, изъять, соответственно, просроченное детское питание, так как эта статья относится к категории тяжких. Вот. Это вот нужно от СОКа, да? От вас, соответственно, мы вам напишем заявление, и нужно вот по 20.1 привлечь людей, вот вам сейчас укажут кого. Которые оскорбительно приставали гражданам, не цезурно выражались там, насилие применяли. Вот, я думаю, ваш коллега справится. А вот этот сотрудник, кстати, не показал служебное удостоверение, на него также будем писать заявление, прошу удостоверить его личность. У него есть бодик, да? Не имеет значения. Это административное правонарушение по статье 20.16 Кодекса административных правонарушений. За это предусмотрена ответственность. Продолжение следует... Первый, 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 сейчас будем ждать. Путей, а тут вернемся. Второй, если жести. Пойдем, пойдем. Не, подождите. Заявление, что написано сейчас граждане, заявление о том, что он выражался инстингованной броней, показывал жесты. А Джамалов-то было где-то? Конечно, он был... Сегодня, не знаю, но 9-го он был сам активным. Связались с дежурной частью, сейчас сюда придет участковый, уполномоченный. Значит, кто сейчас хочет написать заявление, могу принять его. По факту ли оскорбления, по факту ли просроченных продуктов, могу это сделать сейчас. О чем-то выгалываешься надо мной в скук, блядь, я тебе еще раз говорю. За них вообще разносил? Ну, закрой, я разговариваю. Ченок, ченок, ты понял, ты кто? Потом на улицу выйдь, слышишь? Ты дураком будешь всю жизнь, понял? Ты будешь, будешь, не будешь, блядь, ты ничего. Это тут тоже. Он тут сейчас, видите, толкается. И там в конце он сейчас. Девушка это тоже, но девушки здесь не было. Ну, девушка это, видимо, какая-то... Нет, они в одинаковых нарядах вот. Ну, то есть, анисизорная брань... А именно, вот эти вот, вот этот сейчас здесь, где-то наоборот. Вот лысый и вот этот бородатый здесь. Он не выпускает. Директор раскрывает. То есть, там и насилие как бы было, понимаете? Ну, все, сейчас одному гражданина, как говорится, сказали, где его бурт, чтобы он уже потихоньку поддевался. Сейчас ждем второго нарушителя. Это Джамал Джабраил Магомедович. Ждем, когда он пообедает сытно перед поездкой в ОМВД по адресу улицы Смольная, дом 42, где у нас был хороший, четырехчасовой, теплый режим. Второй, правильно? Да, третий где? Да, да, да. Третий, там не было. Лысый где? Это не его сегодня смена. А его сегодня видели? Господа, отойдите, пожалуйста, чтобы покупатели проходили. Пройдите сюда, подождите. Большая просьба. Да, спасибо. Полиция, чтобы в этот раз с народом задерживалась. Они задерживают. Заявление еще. Заявление мы сейчас напишем. Пойдемте кто будет писать заявление по поводу... Заявители, идите сюда. И непосредственно по поводу 20.1. Угу. Мы погадались, теперь они погадались. Ребята, врачи по месту вам, фотокартура. Ребята ставят заменку фельганства сегодня. Ну вот так, ребята, в очередной раз были коллеги, а теперь стали подельники. А, вот этот факт, да, показал? А, вот, да, все есть. Это ты с одной был с нами, да? Они начали бросаться вызывать, выйдем один на один, давайте вот это сделаем. Но был, на самом деле, не очень. То есть, никакого негатива нету там, никакого предвятого отношения. Просто, представляете, да, там, пойдем смахнемся. Ну, когда ребята молодые, да, когда чувствуют силу, а их была компания, да, и охранник, они, естественно, вели себя так. Нет, нет такого, что... Сегодня приехала там группа журналистов спросить, действительно ли так в этом магазине. Так принято, да, может, это X5-й так уведомил, да, людей, чтобы обращаться. И специально берет на работу вот, кто там, Джамал, Навруз, этих потрясающих парней. Я надеюсь, что они встанут на путь истинной, да, исправления. Только единственное, что слов русских они не понимают, поэтому админ, админ-процедурами люди воскручиваются будут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok